13 февраля состоялся второй в нынешнем сезоне матч географических соседей из Казани и Уфы. Правда, на этот раз команды встретились в столице Республики Татарстан, куда волейболисты Урала прибыли с неутешительным багажом из 17 поражений к ряду от казанского зенита. Для экс-капитана казанцев Александра Волкова эта встреча стала первой под сводами центра волейбола Санкт-Петербург после того, как Саша сменил клубные цвета. Болельщики же тепло поприветствовали Александра, который чуть не перепутал раздевалки команд. Ну классно, да, один момент хотел в старый зайти. При этом мне нравится, как всегда, я как будто домой попал. Я в очень хорошее настроение. Хоть мы и проиграли, конечно, но это зенит. Стартовые шестерки коллективов выглядели вполне предсказуемо за одним лишь исключением. Второй матч к ряду Владимир Олегов в роли связующего выпускает на площадку Александра Будько, тем самым продолжая наигрывать новичка команды. Два месяца практически не тренировался и провел буквально три тренировки. Какого-то чуда еще ожидать. В каких-то ситуациях ты играешь просто проще. Не думаю. Сейчас немножко больше уже было первого темпа. Я думаю, что будет постепенно. Но какие-то ситуации, взаимосвязь появится, все больше. Видно, что полтора месяца было, значит, перерыва у него, но что-то он старается, парень, и думаю, что неплохо. Будет лучше. Ну и, конечно, Казань сегодня с Будько показала прекрасный волейбол, конечно, скорости уже другие. И комбинации, конечно, поинтересны. Правда, эти интересные комбинации зрители увидели далеко не сразу. Начало встречи и абсолютно равная борьба. А после серии удачных подач капитана гостей Леонида Кузнецова Урал и вовсе впереди. 14-16. В этот момент по-настоящему заработала подача «Зенита». Андерсон, Михайлов и Леон оформляют каждый по одному эйсу, при этом забивая свои доигровки. Тем самым дожимая неуступчивого соперника. 25-22. Получается, где-то не хватило энергии молодых, которые должны были дать задор в этой игре, но они были раздавлены, можно так сказать, авторитетом Андерсона и Леона. А вот во втором сете борьбы не получилось. «Зенитовцы» быстро закрыли феоктистого и Кемерова, которые в скором времени оказались в разминочном квадрате. Леон же и Андерсон продолжали уверенно набирать очки. 25-17. Да, может быть там наш зал был, во-первых, да, ребята не привыкшие, здесь они по даче вваливают, ну, у себя дома находятся, ну, что делать, они просто сильнее нас, физически даже. Третий сет по своему сценарию напомнил первый игровой отрезок. Равная борьба до второго технического, после чего вновь по-настоящему включаются интернациональные доигровщики «Зенита». 16 очков в активе Вильфреда Леона и 15 на счету Мэтью Андерсона, которые не дают поединку затянуться. 25-19 в третьем сете и 3-0 в матче. 18-я к ряду победа над Уфимским Уралом. Опытная команда с опытными мастерами умеет быстро адаптироваться под тактику соперника, поэтому они к нам адаптировались. Такой набор ошибок, конечно, недопустим. Надо было играть чище и нужно быть более креативным. Да, прежде всего важна победа, конечно, это придает уверенности. Наверное, скорее сейчас они мне помогают, чем я им помогаю. Мы пытались бороться, да, но очень сложно было и очень много своих ошибок совершали. А если с «Зенитом» играть своими ошибками, то шансов, в принципе, не очень много. Благодаря этой победе беспроигрышная серия «Зенита» достигла уже 20 матчей. Вдобавок, после поражения московского «Динамо» на тайбрейке в Нижневартовске, отрыв «Зенитовцев» от «Белоголубых» вырос до 8 очков. Уже в воскресенье вечером «Зенитовцы» отправятся в Польшу на матч Лиги Чемпионов, который состоится 16 февраля. Ну а съемочная группа ZTV, как и всегда, полетит вместе с командой, чтобы держать вас в курсе всех самых интересных событий. А еще завтра на нашем канале вас ожидает сюрприз ко дню всех влюбленных. Оставайтесь на ZTV. Субтитры сделал DimaTorzok